Самигулин Динар Рашитович. Родился 8 июля 1987 года. Окончил Казанский федеральный университет. Работал директором департамента по работе с резидентами ОНО, Фонд развития города Иннополис. Менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «Цифровые технологии». С апреля прошлого года директор Центра цифровой трансформации Республики Татарстан. Центр, какие имеют перед собой задачи? Какова структура его? И чем он в настоящее время занимается, наиболее актуальная? У нас две основные функции. Первая – мы единый государственный заказчик. Все бюджеты концентрируются в Центре цифровой трансформации. Мы контрактуем поддержку развития создания новых информационных систем, поддержку развития инфраструктуры непосредственно. Это и технологическая, и техническая инфраструктура. Центр обработки данных. Вторая наша функция – это единый проектно-продуктовый офис. По сути, мы берем потребность у пользователей, у наших функциональных заказчиков, министерства, ведомства, другие органы госвластия, органы муниципального управления и перекладываем их в технические задания, описываем их в техническую документацию, далее проводим либо сами разработку своими силами, либо привлекаем уже непосредственно подрядчиков через проведение конкурсных процедур. Вы как оцениваете на сегодняшний день, что в республике уже удалось сделать, а что еще предстоит, какие болевые точки есть, где у нас цифровизация еще пока не дошла? Мы процесс информационной информации прошли, сейчас идет эпоха цифровизации. Для того, чтобы эпоха цифровизации случилась, нужно три составляющие. Первое – это технологии. Они у нас есть, они общедоступны и достаточно хорошо развиты. Второе – это кадры. Кадры нужны, высококвалифицированные кадры в большом количестве. Это не только разработчики, это и проектировщики, и аналитики, и администраторы проектов, и руководители проектов. И третье – это культура, которая должна зародиться. И когда мы уже перейдем в большей степени, привыкнем к этой новой культуре, когда можно передавать данные и не бояться за то, что вы предоставили свои персональные данные каким-то информационным системам или госорганам, тогда закончится эпоха цифровизации и начнется эпоха цифровой трансформации. Уже процессы будут меняться. Что касается нашей текущей реалии, цифровизация везде. От медицины до культуры, от транспорта до получения образования. Но всегда будут оставаться люди, которые будут не доверять. И это нормально. Мы живем в свободной стране, каждый вправе сам выбрать для себя то, что ему комфортно. Но новое поколение, которое подрастает, у них уже другие потребности. У них сформирован другой образ мышления. Они совсем по-другому относятся к сервисам, к тем же государственным услугам. Им непривычно, что нужно куда-то пойти, что-то подать. Им удобно это делать в один-два клика с мобильного телефона или со своего стационарного компьютера. Что такое единая цифровая платформа Торстана? Что за проект, для чего он предназначен? На какой стадии реализации? Это не новинка на рынке. Многие коммерческие организации давно уже внедряют платформенные решения. Связано это с тем, что платформа позволяет уменьшить расходы на содержание информационных систем, уменьшить расходы на создание информационных систем, в том числе и временные расходы, и унифицировать процесс разработки. Только у нас в оперативном пользовании находится более 64 информационных систем, ведомственных, часть из них государственная, часть просто автоматизирующая определенные процессы. И все эти системы нужно поддерживать. Они создавались еще до появления, так скажем, центра цифровой трансформации, создавались разными вендорами на разных технологиях и с применением разных цифровых решений. По сути, получается такой зоопарк государственных систем. Платформа же должна унифицировать этот процесс. Есть модули, любая информационная система состоит так или иначе из определенных модулей, которые выполняют какую-то определенную функцию. И ряд модулей можно переиспользовать, их не создавать заново. По сути, это можно сравнить с Lego. Когда вы покупаете ребенку два набора Lego разных, например, один собирает, из одного можно собрать автомобиль, из другого — космический корабль. Безусловно, в этих наборах есть кубики, которые взаимозаменяемые, они похожи. И здесь в информационных системах ровно так же. Есть уникальные кубики, которые относятся только к той деятельности, которую мы пытаемся автоматизировать, цифровизировать. А есть универсальные кубики, которые, в принципе, нет необходимости создавать. Их можно просто скопировать или взять, грубо говоря, из репозитория. Вот цифровая платформа в основном направлена на то, чтобы собрать в себе наборы этих кубиков, описать правила их взаимодействия, описать правила взаимодействия с ними, унифицировать процессы и уже на этой платформе выстраивать новые информационные системы в едином стандарте с меньшим затратом и по времени, и, соответственно, по финансам. Какие дальнейшие перспективы развития республиканского сервиса госуслуг? Какова его интеграция с федеральным сервисом, с сервисами других регионов? То есть что дальше его ждет в плане развития? Для нас стандарт, чтобы пользователь в два клика добрался до своей услуги. И мы ищем разные подходы, разные способы, как это можно реализовать. Есть идея сложить услуги по жизненной ситуации, например, касаемо образования или касаемо рождения, касаемо жилищно-коммунальных услуг. Есть гипотеза, что перевести в принципе навигацию на голосового помощника, потому что сейчас новое поколение, которое подрастает и будет пользоваться нашими услугами, нашим порталом, будет пользоваться порталом. Им удобнее уже общаться непосредственно с голосовыми помощниками, которых вы тоже можете активно наблюдать, их активное развитие. Портал меняется, портал будет меняться, портал будет совершенствоваться и подстраиваться под потребности пользователей. Что касается пересечения с порталом федеральных услуг, здесь мы все должны понимать, федеральные структуры будут делать их универсальными, этот портал универсальный для всех регионов. От Калининграда до Владивостока у всех будет единый стандартный типовой формат получения. Если же мы захотим что-то дополнить, ввести новые услуги, ввести, возможно, какие-то коммерческие услуги, которые также будут максимально помогать жителям в их обычной жизнедеятельности, уже будет невозможно это сделать. А имея свой портал, это возможность его адаптировать под потребности жителей, адаптировать под изменяющиеся появления новых услуг. В том числе на нашем портале мы быстрее выводим услуги, быстрее их цифровизируем, в том числе муниципальных услуг очень много. А федеральный портал направлен только на государственные услуги, там нет муниципальных услуг. Насколько запрос населения есть на сервисе на татарском языке, и в целом, насколько вообще двуязычие учитывается в новых разработках, в новых проектах. К сожалению, здесь есть и свои плюсы, и свои минусы. Минусы — это, конечно, финансовые сдержки, так как приходится, по сути, два сервиса создавать параллельно. Что касается портала государственных услуг, к сожалению, он у нас не полностью переведен на татарский язык. Здесь есть ограничения, в том числе, доведенные от федерального уровня. Есть стандарты, по которым должна оказываться услуга. В том числе стандарты, описывающие, как услуга должна называться, какой текст должна содержать на портале или в каком-то цифровом решении. И здесь, и, к сожалению, там не учтены национальные, так скажем, аспекты, что мы можем услугу перевести на татарский язык. Ну, скажем, вот я, если живу, условно говоря, в таком татарском районе, где люди все общаются больше на татарском языке, и вдруг я захотел через госуслуги записать своего ребенка в садик, я смогу это сделать на татарском языке именно? К сожалению, сейчас нет. А в теории это возможно? В теории это возможно, и мы над этим работаем. В прошлом году мы закончили разработку клавиатуры татарского языка с предиктивным вводом. Вы можете ее скачать в App Store, Google Play. Сервис «Я школьник» полностью переведен на татарский язык, вы можете уже полностью им пользоваться. И вот это как раз-таки создание цифровых решений, цифровых сервисов с нас снимает это ограничение федеральное предоставлять услуги по какому-то стандартизированному типовому параметру. И в ближайшее время наш сервис, который я ранее озвучил, наш сервис «Локала», будет переведен также на татарский язык, где вы все услуги, сервисы, связанные с жизнедеятельностью на квартирном доме, сможете получать в том числе на татарском языке. Каков уровень тех компаний, которые привлекаются к работе над государственными цифровыми информационными решениями? Все ли они из Татарстана, или это компании есть из других регионов, может, из-за рубежа? Чеми руками все это делается? Вот хочется узнать. Выбор компании происходит по результатам открытого аукциона либо конкурса, согласно требованиям 44-го федерального закона. Сколько большая конкуренция? Конкуренция иногда доходит до семи компаний, до семи компаний одной заявки. Мы стараемся максимально качественно проработать техническое задание и технические требования, предъявляя к подрядчику. Подрядчик уже тогда сам определяет, может он в указанные сроки выполнить указанные работы, или его компетенции не хватает. Чаще всего наши контракты нашим подрядчиком являются татарстанские компании. Расскажите о проектах, над которыми вы сейчас работаете, о ключевых и, может быть, наиболее прорывных и важных. Сейчас два крупных направления. Первое – это обработка, работа с большими данными. Мы направление называем фабрика данных, и работа с искусственным интеллектом. Фабрика данных – уникальный сервис, если его можно назвать сервисом. По сути, это действительно целая фабрика, и можно провести аналогию с нефтедобычей. Есть некое озеро нефти, которое находится в недрах земли. Далее опускается буровая станция, выкачивает эту нефть, передает эту нефть на предприятие, и предприятие из этой нефти делает какие-то нефтепродукты. У нас, по сути, все ровно то же самое. В недрах наших информационных систем уже сейчас Республиканский Центр обработки данных насчитывает более 1,3 петабайт данных. Находится огромное количество ценных данных, которые можно обрабатывать и получать какой-то результат из этого. Мы построили фабрику, которая проникает в каждую информационную систему, выкачивает оттуда данные, передает это на предприятие, которое обрабатывает, и на выходе мы выдаем в виде отчетов для руководства, для принятия каких-то управленческих решений на основе проверенных данных, либо мы подаем эти данные для информационных систем, которые используют эти данные в расчетах, в принятии решений. Искусственный интеллект у нас — это не только голосовой помощи, о котором я раньше говорил, наш чат «Бот Лиля», ну и анализ видеопотоков. Мы, так скажем, в республике находятся огромное количество видеокамер, которые собирают большое количество данных о том, что происходит вокруг, о количестве людей, которые проходят через них, о количестве машин. Мы научились уже сейчас по камерам определять, например, парковочные места, где есть свободное парковочное место. В ближайшее время реализуем сервис, когда вы подъезжаете, например, к какой-то улице, и через Telegram-бот и еще какое-то приложение отправляется запрос, где есть свободное место, есть ли свободное место на парковке. Камера анализирует и говорит, что вот здесь вот есть свободное, вы можете там машину поставить. Что бы вы посоветовали молодым людям, которые там думают пойти в эту сферу, не пойти, с чего начать и как себя там можно реализовать? Если есть выбор идти, не идти, то однозначно идти. IT-сфера – это будущее. Уже сейчас определен перечень профессий, которые в ближайшие десятилетия просто умрут. IT-сфера только развивается. За последние 10 лет более 60 новых профессий появилось в области IT. Это не только разработка. Это и аналитика, и управление проектами, и дизайн, и тестирование, и кода, и тестирование продукта. То есть IT – это очень большой спектр разных-разных направлений. Субтитры создавал DimaTorzok